Здравствуйте, товарищи! Вы попали на канал Вадим Полетели. Давно у нас не было охоты. Прошлая была в прошлом году на утку. И вот, по многочисленным просьбам телезрителей, сегодня у нас охота на бобров с капканом. Мы приехали в живописное место. Тут у нас один прудик. Дальше у нас еще один прудик. Мы его сейчас вам покажем. Далеко находимся от поселений. Далеко от дороги. Тут обитает очень много бобров. В прошлом году осенью мы с собакой тут пытались поймать бобров. Но бобр собаку покусала и собака убежала. Поэтому в этом году мы хорошо подготовились. Сейчас найдем тропинки, поставим капкан и вам обязательно все покажем. Так что с вас лайк, подписка, комментарий. Делитесь этим видео с друзьями-охотниками. Ну а мы начинаем. Просто послушайте пение птиц. Это у нас второе озеро. Комары. Там у нас еще подальше третье будет озеро. Они все вторыми пересекаются, а весной разбиваются. Получается большое озеро. Вам не почувствовать эту обстановку. Пахнет природой. Покажи вам этого дикого Рената. Дикая природа прекрасна. Особенно в лице аборигена. Ну а что, мы дальше идем? Продолжаем. Нашли хорошую тропу свежую, посмотрите. С одного озера она переходит так плавно в другую. Сейчас мы рассоединим капканы. Поставим один с этой стороны, другой с другой стороны. Смотрите, суть такова. Бобер хорошо чувствует металл. Поэтому капкан нужно утапливать в воде. Пониже его тропинки. Сейчас вам покажу все внимательно. И немножко грязи засыпать его нужно. Также цепь нужно будет тоже утопить в воде. Чтобы никакого железа снаружи. А то он почувствует и скроет свой свой поступленный. Ну а завтра утром мы приедем сюда, проверим, снимем, покажем. Если будет бобер, разделим его на месте. Так как до дома его будет вести очень проблематично. Заберем струю. Может и шкуру. Может и шкуру. Мясо. Так это все равно, чтобы бобра целого нести. А мясо мы, может быть, оставим зверем диким. Каким диким зверем в степи? Лисом. Ну, немного еще. А как мы прицепим капканы? Вот этот карабинчик. Надо сейчас нам колышки, наверное, найти какие-нибудь. Ну. И вот сюда сделаю кольцо. Я, наверное, пока поищу колышек. Давай. Ножок. Два больших хороших. Ну. Надо было арматуриной взять. Ну что, можно сказать. Сидим под дождем. Сами слышите звук. Снаружи стихия. Вообще капец. По дереву кое-как хорошо, более-менее. Мы уже колышки приготовили. Сейчас дождик немножко стихнет. Поставим и поедем греться. Так, сейчас мы взводим капкан. Ну, точнее, Вадим взводит капкан. Ты, кстати, с ним поосторожнее. Это ебучий капкан. У меня чуть пальца не отхреначил. Я же говорю. Это YouTube. Не убираем монетизацию. У нас есть техника безопасности. Ты палочкой какой-нибудь держи. Мы полностью соблюдаем технику безопасности. Все пальцы на месте. Палочку возьми. Ты его вообще заводил там? Да. Он постоянно срабатывал. От любого шороха? Да почти. Не знаю, была ли там дичь, но... Ну, а водичка нужна. Когда я смотрел... Попробую выпить. Он, наверное, ядовик. Теперь надо его как-то закрепить в воду. И с колышком туда его шибануть. Йога. Палка. Капалка. Ты лучше ножом забей. Аккуратненько погружаем в воду. Цепь тоже воду надбер. А? Цепь тоже воду надбер. Ну да, я туда колышку бобью. Хотя, может, бобер, он... Чего им какой-нибудь ленивый попадется. Не будет правил себе дать безопасность. Да не. Давай лучше воду сразу засунь. Ну да, я вот так вот. Ух ты, смотри, как уходит. Бро. Сейчас вытаскивать меня будете. Хрен он выдернет. Сейчас ёбнется ещё. О, нога моя. Ты в такой странный бозе. Фу. Вроде бы установил первый капкан. Не сработал. Всё, цепь утоплена. Покажи им. Блин, как будто всю жизнь капкан оставил. Вот тут у нас палка стоит. Вот тут капкан внутри. Бобер пойдёт у лапы зацепится. И всё. Так, давайте второй сейчас на том конце установим. Его легче производить уже. Пошли. Вот здесь уже полегче устанавливать будет. Но зато закреплять будет сложно. Не, тут уже более надёжнее только. Вот тут поставим его. Вот так, наверное. Да? Угу. Теперь нам надо так. Наоборот. Наоборот. Так уж то? Угу. Можно прям с цепи попробовать утопить его. Попробуй. Не сесть бы на эту. Так, я думаю, он не выдернет. Немножко грязный. Тут можно даже... Ты сейчас скажи, ахалэ махалэ. Вот тут палку так поставят. Закрыто тут. Проходил там. Да? Как сто процентов поймался. Всё, уже пошли. Ну всё, капкан установлено. Для вас будет мгновение. Для нас целая ночь. Ждите завтра итоги. На место гизлокации. Новая. Новый день. Запыхались рано утром сейчас. Идём к месту, где у нас должен быть бобёр. Как вы помните, мы вчера ставили вот тут и там один спешал. Так, капкан сработал один. Смотрите. Он орла повытащил. Ну, вот деревяшка попалась. Ну, бобёр тут был. Да. Довольно давно, видишь, высохнуть успел поверх. Ну, он очень. Так, наш второй капкан не унесли. Это уже радует. Так, теперь проверяем второй. Если бобёр проходил, значит, он прочёлся тут. Но. Но. Не сработал. Видите, вот этот язычок. Вот он. Потерится, падает, чертыхается. Как-то даже хорошо, что не попался. Да. Нам не придётся его разделать. И везти домой. Ну, что мы можем сказать. Это была наша первая охота на бобров. Почти удачная. Один капкан сработал. Мы счастливы. И надеюсь, мы больше этим не будем заниматься. Понравил сидя? Лайк, подписка. Всем пока. СООН. Спасибо. Помогите. Продолжение следует...